Здравствуйте, мои дорогие любители рисования! Сегодня я снова хочу уделить внимание вопросу о хранении кистей. А именно, что делать, если у вас нет времени, если вы долго работали до поздней ночи, у вас нет времени, нет моральных сил, идти заниматься отмывкой кистей. То есть по нескольку раз намыливать, смывать. Это долго, это утомительно. Хочется скорее побежать и лечь спать. У меня есть несколько своих собственных маленьких хитростей, своих тайных секретов, которыми я хочу с вами поделиться. Надеюсь, что они спасут также и ваши кисточки. Самая основная проблема, с которой мы сталкиваемся, это вода. Потому что, чтобы избежать засыхания акрила на кисточке, который потом не отмывается, мы чаще всего берем кисть и просто оставляем ее в воде. Вот таким образом. Во-первых, при маленькой емкости кисточки выпадают, могут упасть за ночь. Во-вторых, что гораздо хуже, кисть, напитываясь водой, я надеюсь, что это видно, она принимает вот такое положение. Она расплющивается от днища стакана. И на утро, когда вы такую кисть вытащите, она будет уже вот в таком загнутом состоянии. Это кисть из натурального ворса. Особенно от замачивания на долгое время страдает вот эта кисть моей дочери, которая регулярно проходит такую процедуру оставания на сутки в воде. Она их бросает. Значит, кисточки после этого, вот видно, да, что с ней происходит. И вот этот изгиб, он практически ничем не справляется. Значит, то есть кисточку мы вот так вот в воду не бросаем. Она меняет потом свою форму. Это очень неудобно для рисования. Что делать? Наш выход – это плоские емкости. Плоские емкости с водой. Я покажу на примере маленьких кисточек от раскрасок. Но в реальной жизни я бросаю, когда я сижу до 3 до 4 утра и рисую, я бросаю длинные кисти, вот такие длинные кисти. Я просто бросаю в раковину и заливаю их водой, чтобы они лежали плоско. То есть наша задача – посмотрите, какая красота. Да, уютненько кисточкам там. Они лежат, их ворс прекрасно, к сожалению, не могу наклонить, потому что обольюсь незамедлительно. Они лежат, им здесь хорошо, они не засохнут. Конечно, они не промыты, и это не полезно. Это все равно, что лечь на ночь с косметикой на лице. Но, но, ваши кисточки не будут потеряны безвозвратно. Это важно. На утро, конечно, вы можете встать, уделить им время, внимание. Я могу показать, что у меня таких брошенных на произвол судьбы кистей предостаточно было. Вот они все засушены, мои кисточки. Вот их видно. Это вот по первости я была еще транжиристой. Вот видно, да? Кисточки бросала как попало. Сейчас мне их жалко, потому что они очень дорогие. Это способ номер один. То есть найдите горизонтальную поверхность, куда вы можете кисточки свои бросить, мокнуть на ночь. Второй способ, который я люблю гораздо больше. Обычно, если я знаю, что я просижу долго, а это бывает часто, по ночам, я готовлю вот такое приспособление. Оно у меня лежит на кухоньке. Это влажная салфеточка, мокренькая, на полиэтиленочке. И после того, как я закончила свое рисование акрилом, я беру кисточки, обычно их много, целый пучок может быть, 5-10 кистей, не важно. Этот способ подходит для кистей любого размера. Вот смотрим, любого размера, длинный, короткий, не важно. Очень влажная салфетка, салфеточка такая, брег, кисточки сюда, закрыли. Все, в таком виде ваши кисточки не высохнут. Они могут так пролежать, проверено мной, они могут так пролежать неделю. Диндраж нашла, наверное, недельной давности кисточки, и они не высохли. То есть я их промыла смыльцем, и они мне служат по-прежнему. Так что всякое бывает. Итак, наш второй секретный способ, это салфетка в пакетике. Кстати, этот способ прекрасно на пленэре работает, потому что там мыла нету, не найдете мыла вы на природе. Поэтому, чтобы не болтаться в мутной луже, не бегать в поисках туалета, где можно помыть кисточки. Вот очень простой, элегантный способ донести кисти не высохшими до дома. И, наконец, третий способ, он домашний, это замедлитель. Замедлитель для акрила, всеми нами любимый. У меня есть новенький, я их регулярно покупаю, я ими очень много пользуюсь. Но у меня, вот это моя первая баночка была, я просто туда, там на дне, слышно пулькает, нет? Там чуть-чуть, чуть-чуть совсем, чуть-чуть там, осталась мутненькая такая жижа, такая мутненькая. Я могу туда покидать кисточки свои. Вот таким образом, и они стоят там очень долго, могут простоять опять-таки неделю. Вот она вытащилась, она с замедлителем теперь. Замедлитель высыхает очень медленно. Сам по себе замедлитель, если вы оставили открытую баночку, вот таким образом, он у вас вообще не высохнет. Так, эту кисточку уже в моку. Значит, пожалуйста, пользуйтесь данными способами не мытья кистей. Я не говорю, что это хорошо. Но реальная жизнь диктует свое. Мы с вами не живописцы, не уделяемые рисованию 100% нашего времени. У нас есть семьи, у нас есть дети, у кого-то есть грудные дети. И когда ваш малыш вас зовет, у вас нет времени думать о промывке кистей правильной. Поэтому, пожалуйста, заботьтесь о своем инвентаре, держите его в порядке. Пользуйтесь моими тайными, тремя тайными способами. До новых встреч!